МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В октябре корова раздора. Октябрьские фермеры митингуют за увеличение субсидий и снижение налогового времени. 11.11, как октябрьцы отмечают Всемирный день шопинга. Это и многое другое прямо сейчас в программе, сделанного в октябре. 4 ноября фермеры Актобе собрались на санкционированный митинг. Они требуют выплатить обещанные им субсидии для развития своих хозяйств. Нет субсидий, нет хлеба, мяса и молока. Так звучали лозунги митингующих. Из-за невыплаченных государством субсидий фермеры не могут вести хозяйство. А те, кто все-таки как-то сможет удержаться на плаву, резко поднимут цены на товары своего производства. Такие проблемы коснулись всех производителей фермерской продукции. Установили максимальную сумму 266 миллионов тенгеев, в то время как минимально построить сейчас 1 гектар современных теплиц стоит 500 миллионов тенгеев. И декламируют, что 25% субсидируется по тепличным хозяйствам. По факту получается, что это 10-12% на самом деле. И получить их практически невозможно. Сейчас, как и многие другие, не может на полную мощность функционировать первый в области тепличный комплекс по выращиванию земляники по испанской технологии. На его строительство было потрачено около 670 миллионов тенге. Также фермеры выразили свое недовольство тем, что почти невозможно получить земли для ведения животноводства. Потому что, действительно, очень много земель, например, находятся в субаренде. Хотя это запрещено на сегодняшний день, согласно законодательству РК. Очень много земель, которые пастбищные земли, которые пустуют. Именно пастбищные земли. А люди, которые имеют сход, они находятся на птичьих правах на этих пастбищных землях. Особенно остро проблема коснулась животноводства. Им не хватает земель и средств. Фермеры даже говорят, что в стране нет птичьего гриппа, только потому, что в стране нет птицефабрик. Они призывают выйти на диалог комитет ветеринарного контроля. Главный их вопрос, почему до сих пор не могут открыть границы для ввоза скота из Российской Федерации. Мы, недавно, когда приезжал председатель КВК, господин Утиголов, я ему сказал, ага, да, болезни везде есть, у нас есть, везде все болеют, и люди умирают. Давайте создадим комиссию, наши специалисты, лаборатории, поедем, где есть хозяйство, возьмем анализ крови, сделаем анализ, не будет болезни, будем завозить. Все мы знаем, сейчас все равно контрабандно завозится скот с Российской Федерацией, потому что без подпитки с Российской Федерацией мяса, мяса уже будет 3-4 тысячи тенге за килограмм. Вопрос комитету ветеринарного контроля, выйдите на диалог, не прикрывайтесь. Крестьяне Актюбинской области требуют выплатить обещанные им субсидии. Иначе из-за недофинансирования пострадают не только кошельки фермеров, но и обычных горожан. Все продукты питания могут возрасти в цене, а то и вовсе исчезнут с прилавков. Вопрос главный заключается в недофинансировании отрасли сельского хозяйства, в том числе и животноводства. Если бы достаточное количество денег выделялись бы, и средств местного бюджета, и средств республиканского бюджета, то, естественно, таких вот соответствующих, как бы сказать, митингов, может, и не было, действительно. То есть вы не знаете, что денег не хватает? Ну, конечно, если мы сами ходим, видим, ездим. Вот я приехал буквально вчера в Западногостанской области, там тоже такой же вопрос задают фермеры. Как и когда решаться данные проблемы, никто не может ответить. Но одно понятно сразу. Если не начать решать сельскохозяйственные вопросы сейчас, то в скором времени это негативно отразится на экономике области и ежедневном рационе ее жителей. В тот же день в Палате предпринимателей прошло совещание рабочей группы по созданию дорожной карты по решению проблем регионов. Участниками мероприятия стали руководители различных компаний и представители местных исполнительных органов власти. Основная проблема – это отсутствие инженерных сетей и инфраструктуры. Также мы хотим поднять вопрос прозрачность проведения аукционов и выделения земельных участков для строительства жилых домов. То есть мы могли бы покрыть всю потребность города в жилых квартирах. И для этого просто нам нужно будет выделять земельные участки и выделять средства для проведения инженерных сетей и инфраструктуры. Целью проведения встречи является консолидация строительных компаний и поднятие наиболее важных вопросов и острых проблем отрасли, что позволит сократить дистанцию между строительным бизнесом и местной исполнительной властью. А также была проведена разработка дорожной карты по решению проблем регионов с указанием проблем отрасли и механизмов их решения. Через неделю после митинга в Палате предпринимателей Атамикен прошло собрание фермеров. На совещании обсуждалось принятие проекта резолюции, так как после проведенного 4 ноября митинга у местных аграриев появилось еще больше проблем. Мы построили в Казахстане, в городе Ахтюбе, первый тепличный комплекс, в своем роде по выращиванию земляники садовой по испанской технологии. Потратили там порядка 670 миллионов тенге. И на сегодняшний день мы не можем получить инфляционные субсидии, потому что мы не отвечаем требованиям правил субсидирования, о которых только что мой коллега говорил. 4 ноября в Ахтюбе состоялся несанкционированный митинг фермеров. Аграрии требовали выплатить обещанные им субсидии, сформировать комиссию и дать возможность развивать сельское хозяйство в области. Фермерами также было составлено письмо главе государства, в котором они просили обратить внимание на их проблемы. 4 ноября, как вы знаете, у нас прошел митинг, на котором мы принимали конкретные решения, касающиеся деятельности Министерства сельского хозяйства и нас, как фермерского движения. Затрагивающие интересы каждого, кто трудится сегодня на земле. Итоги неутешительны. Не дожидаясь, как вы знаете, мы не принимали резолюцию, мы пообсудили просто проект для того, чтобы более детально изучить наши предложения и отправить их по адресатам. Теперь получается такая картина. Поспешно, четвертого, пятого уже выходит комментарий Минсельхоза, который, на наш взгляд, ни о чем. Буквально позавчера они пришли у нас в виде одной страницы и касаются только субсидий, которые нам обещают в январе. В то же время какие-то промежуточные материалы о том, что в первую очередь в декабре будут прославляться инвестпроекты, потом фермеры. Эту картину мы уже видели. Письмо фермеров главе государства отправить так и не удалось. Но предприниматели не оставляют попыток и собираются любыми возможными путями отправить письмо президенту. Отправка письма стала одной из самых главных задач, которые поставили перед собой фермеры. Вторая задача – это решить новый возникший вопрос о НДС. 20 мая завез телок с татарией, белоголовые, 50 голов. И 20 июня сдал первый отчет по НДС. Бонидировка прошла, все прошло. Теперь требуют еще какую-то справку от палаты, чтобы дали, типа как дают племенным. Ну у нас чистопородная. Вот эта бумага у нас зависла, вот сейчас. Мы уже не знаем, что делать. Фермер привез 50 голов скота общей стоимостью 31 миллион тенге. Сейчас ему предстоит выплатить 12% НДС от этой стоимости. Раньше, по словам фермеров, их не обязывали платить такие платежи. По словам животновода, для него это невыгодно. И если проблема в скором времени не решится, то ему придется продавать, либо резать весь скот. Но по планам было разводить породу, чтобы поднять качество продукции в нашей области. Помочь животноводам могли обещанные им субсидии. Но в реальности их выплат очень сильно сомневаются фермеры. Ранее в Казахстане у нас как бы такого не было положения, такого о том, что чистопородный племенной. Было только понятие племенной скот. Однако в Российской Федерации данные, допустим, уже направления делятся на два вида. Это чистопородный и племенной. В соответствии с законодательствами, изначально которые были прописаны, методом зачета зачисляется только племенной скот. После были уже внесены изменения. На сегодня, допустим, налоговый трактует его по-разному. По словам самих фермеров, такой НДС начисляют только в Актюбинской области. В других регионах страны такого нет. Они считают это давлением после проведенного митинга. Если проблемы сельского хозяйства в скором времени не решатся, то они готовы пойти дальше, организовав еще один митинг с участием фермеров уже из всех регионов страны. Так как это, по их мнению, является последним возможным вариантом решения проблем. Многие фермеры уже не в силах содержать свои хозяйства. 6 ноября стартовал последний поток обучения в рамках проекта «Бастау» во всех районах Актюбинской области и в городе Актюбе. За парты сели порядка 730 слушателей из числа безработных и самозанятых, желающих обучиться о зампредпринимательстве и открыть свое дело. Активное участие в проекте принимают лица с особыми потребностями и многодетные. Проект «Бастау Бизнес» у нас рассчитан на категорию граждан, которые не имеют постоянного дохода. Для этих целей мы, ну не мы, а Центр занятости проверяет их пенсионные отчисления. То есть участники не должны иметь пенсионных отчислений. Это говорит о том, что у них нету источника дохода. И данная программа, в целом ЕМБЕК, она рассчитана на то, чтобы вот такая категория граждан, которые являются безработными, либо которые получают какую-то поддержку финансовую от государства, перешли из категории граждан, которые являются, ну если вот так вот смотреть, расходом для государства, в категорию граждан, которые являются источником дохода, то есть плательщиков налогов. Обучение абсолютно бесплатное. Более того, курсантам выплачивается разовая стипендия. Методика обучения выстроена с упором на практику. 80 часов лекций и 120 индивидуальных консультаций, где бизнес-тренер индивидуально проводит консультации, привлекает успешных предпринимателей региона для проведения мастер-классов, а также организовываются экскурсии на действующие предприятия в целях обмена опытом. Проекту привлекаются профессиональные психологи, которые ведут параллельно работу со слушателями Бастау. На сегодняшний день тема малого и среднего бизнеса очень развита и везде обсуждается. То есть в этом плане мы хотим сказать, что если брать на примере развитых государств, то до 80% доходов, как известно, там получают именно от малого и среднего бизнеса. То есть это та модель экономики, которую мы хотим у себя реализовать здесь. Вот, включая и эту цель тоже, то есть для этой цели тоже, мы работаем вот с такой категорией граждан и планируем, готовим их к тому, чтобы они уже потихонечку начали со своего малого бизнеса. То есть это может быть совсем маленький, то есть есть даже обсуждается категория сейчас микробизнеса. Это может быть микробизнес, это может быть один человек, который занимается предпринимательской деятельностью, но он должен с чего-то начать. Итоги минувших лет реализации проекта показывают, что в основном они касаются животноводства и разведения крупного рогатого скота, а также сферы услуг. Главное, после защиты бизнес-проекта участники получают стартовый капитал в виде грантов и микрокредитов на самых выгодных условиях. Палата предпринимателя реализует проект Бастау в рамках второго направления госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства Янбек. С начала этого года по проекту Бастау уже обучилось 2758 жителей области. Из них получили микрокредитованием 317 человек, а также 352 бастаутца, обучившиеся в этом году, выиграли государственный грант в размере 100 и 200 МРП. 11.11 – непростое число для модников и модниц. В этот день отмечался Всемирный день шопинга. Самые крупные торговые сети и розничные магазины устраивали распродажи. Скидки в этот день могли доходить до 80%. Первыми устраивать один раз в году мега-распродажу стали онлайн-магазины. После них эстафету приняли и некоторые обычные магазины. Но самый большой объем продаж в этот день остается все-таки за онлайн-шопингом. А какой вариант покупок предпочитает в Ак-Тубе, мы поинтересовались у горожан. Донат-магазин. За то, что ходить не надо, выбирать не надо, доставка есть, вот только из-за этого. Потому что там можно выбирать более так, то, что тебе нравится. Потому что на заказ, может, придет не твой размер или еще что-нибудь. А вообще, знаете, что сегодня сегодня есть? Нет. То есть сегодня вы собираетесь покупки делать? Ну не знаю, может, после работы. Ну я в магазине лучше смотрю, а в интернете это как, виртуально. Надо посмотреть товар, пощупать и брать, а так. Это доставляет мне удовольствие. Да, вот. Только ради этого. Ну и для себя как бы тоже, например, там всякие примочки для девушек. То есть лучше покупать? Да. Нет в розничных. Мне так удобнее, я так привыкла. А вот знаете, что сегодня себе худе еще было? Нет, не знала, но покупать не планировала. Посмотрим, как день пройдет. Вообще, пока я предпочитаю покупать в обычных магазинах. Почему? Потому что в интернет-магазине неизвестно, что придет еще. Размер совпадет, не совпадет, или еще что как. А здесь ты видишь глазами, меряешь размеры, разговариваешь, общаешься с продавцом. Ну и общение, и приятное времяпровождение. Не знаю, так считаю. Мнение горожан неоднозначное. Старшее поколение предпочитает совершать покупки в магазинах, а вот молодежь больше склоняется к онлайн-шоппингу, но отмечает, что можно получить кота в мешке. Качество товара в онлайн-магазинах часто оставляет желать лучшего. 11.11 также называют китайской черной пятницей. Впервые масштабная распродажа была запущена в 2009 году. По подсчетам аналитиков, в этот день покупают товаров на сотни миллиардов долларов. И с каждым годом количество покупок в этот день увеличивается. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»